Обстрелы города становятся с каждым днем все ожесточеннее. В результате атак российской армии часть жилого фонда уничтожена. Тут второй месяц нет воды. Ее местным жителям привозят спасатели. Рабочий день спасателей в Исичанске начинается в 7-8 утра и заканчивается в 9 вечера. Сегодня они занимаются тем, что разводят воду населению Исичанске и тушат пожары. За раз могут привезти 8 тонн. По возможности стараются объехать все районы города. Машины защищают бронежилетами. Уже не раз попадали под обстрел. И сколько уже так работаете по разводке воды? Месяца полтора. Сначала на МПЗ я работал пожар. Потом накрыли нас там. Выехали. Теперь тут. А как дынуться? В ожидании люди выстраиваются в очередь у пожарной машины. Вода техническая. Ее стараются прозапасно брать и в пустые баклажки, и в ведра. Вот и купаемся, и стираемся о ней. Отстоится немножко. Посуду моем, а чисто чуть-чуть сполоснула. Вот, Господи, я говорю, Бог есть, чисто слово. Что ни эпидемии, ни это, ничего нет. И коронавируса нет. Много набрали водички. Сколько могу донести? А часто так вот входите за поводу? Часто. Питьевой вообще нету. Это техническая. Умыться-то на туалеты. А питьевую где берете? Ой, вот эту бутылочку если дадут. Гуманитарки, а так нет. Ходят на источники, ну, молодые. Мы не можем туда далеко. А это каждый день, да, понабираете? Нет, ну, у меня там уже немножко запасики есть. Был дождь, мы набирали струб, струб с домов стекает, а то мы набираем. И так и живем. Антонине после операции нельзя поднимать за раз больше двух килограммов. Но все равно она принесла с собой две пустые пятилитровые баклажки. Говорит, уже успела заполнить и отнести домой девять таких емкостей. У меня мушек сжачий не ходит. А как часто набираете? Когда вот все только привезут, да так. На пожарку я не донесу оттуда. Это далеко. На Креницу вообще не вылезу питьевой. А питьевой воду есть где взять? Или я тоже как-то вот... Я сегодня покупала по 60 рублей. 5 литров. Под обстрелами со стороны российской армии город постепенно разрушается. На улицах пусто. Вокруг зияющие черными дырами многоэтажки, сгоревшие магазины и объекты культуры. Те из жителей, кто решился выехать, полиция и спасатели вывозят на бронированных машинах.